здравствуй это сахар давайте вместе продолжим слушать историю о похищении танцовщицы из кабары иногда все что тебе нужно это сменить точку зрения из стороны в сторону избегая общение с этим извращенцем чтобы он не приготовил глория не собирается это есть но и боб не будет стоять ее камеры вечно у мастера есть свой график и его нужно придерживаться воспоминания всплывают в четырех стенах знакомство двух еще недавно влюбленных сердец опять вместе чтобы показать их первую встречу почти в полночь полузаполненном метро к одной из них начал домогаться незнакомый мужлан если бы не наша героиня он бы наверняка причинил этой девушке боль этот отрывок дает глории сил вырвать решетку и пойти решать загадки в ее подсознание даже картина живая мерзкая следит за ней наконец ей удается сбежать от этого загадочного мастера хоть и у себя в голове теперь она попадает в странное серое но более безопасное место вдали от своего похитителя где встречает пожилую версию себя ее загадочные речи и и не особо привлекают поэтому она семенит по дорожке к своему настоящему дому как вдруг до нее доносится голос из канализации скудный не только на словарный запас и навыки коммуникации зато капель на голову предостаточно на тебе зонтик даже зайдя в дом сразу направиться в квартиру не получится некая темная субстанция не дает прохода ранее до ненавистных и шумных соседей глори не было дела однако теперь она вынуждена помочь каждому из них проникнувшись в их невзгоды и подобрав каждой двери свой коврик чтобы осознать что выломать решетки у нее так и не вышло молча проходят одинокие дни в голодовке каждый день услужливый дворецкий приносит ей разнообразные блюда интересуюсь ее самочувствием пытаясь ей угодить волнуясь долго такой бойкот не удалось провести и в один день оставленные бобом пища теперь становится завтраком бедной жертвы дни бойкота не проходит бесследно они стали наказанием скорее для самой глории поэтому теперь ее стратегия принятие и работа с тем что у нее есть раз к ней привязали личного слугу пускай он готовит то что она просит что-нибудь сладенькое удиви меня и спустя немного времени через прути решетки проходят те самые панкейки шоколаде с пылу с жару следом идет продолжение сна но теперь квартира опустошена только внезапный звонок от матери заполняет комнату еще более напрягают ее внезапный приступ любви и раскаяние не свойственные ей слова по типу я всюду тебя искала сделала все чтобы вытащить тебя оттуда и бла-бла-бла лапша на уши но последнюю фразу ни с кем не разговаривай жди меня я решила исполнить что мама сказала ждать молча видимо игре обязательно нужно чтобы я ответил на звонок и угадайте кто звонит мистер сант луис благодарностью словно мы действительно стали работать в каком-то шоу ладно это неважно еще звонок ну кто опять глория как ты откуда вы звоните теперь головоломкам чтобы выбраться из этого странного места нужно повторить сюжет всплывшего стихотворения ей снилось что она прекрасный лебедь пернатый грациозный но жеребий пал и стала уткой грязный забытой опозоренной когда любовь ее нарочно избегала сама пошла на поиск страсти так крепко в своих объятиях жала печально раздавила насмерть тщеславие и путеводная звезда а страх держит весло вышла в море на рассвете она у берега утонула не повезло не поздно в судьбу поменять навсегда что больше вода и смогла акт 3 дитя месяцы спустя гнев перешел на смирение теперь у глории есть свой распорядок дня она не такая буйная более благосклонная и мирная боб уже не вызывает такого отвращения как раньше теперь он ее постоянный собеседник что еще делать в четырех стенах однако общаются они теперь не только о том что он должен ей приготовить она ему ведает свои сны опять своей пустой квартире однако она знает что есть здесь больше не место и хочет сбежать но в момент когда она уже готова уйти воздух становится удушающим чувство что смерть близко но почему неизвестно и в этот момент все меняется идея новые перспективы и это поражает меня и что это за идея глория я не понимаю надежда даже если я не там где хочу быть или мне некуда пойти пока я могу дышать надежда есть а что потом ничего особенного я делаю последний вдох делаю последний шаг вперед и готова я снова свободно так продолжается изо дня в день каждый день глория просит у боба помощи надеюсь что он переборит свои страхи ослушается своего мастера и позволит ей сбежать однако он все равно остается для нее лишь прислугой верный своему хозяину несмотря на это уговорить его попросить разрешение принести хотя бы журнал из внешнего мира ей удается скоротать время помогает зарядка теперь мастер лично связывается с ней чтобы попытаться найти компромисс ночью какая-то вспышка прерывает ее сон обыскав всю комнату мы находим девочку маленькую версию на самих есть скучно она хочет поиграть только глория не может понять как эта малышка пробралась к ней в камеру она измотана впрочем то дает клятву что они вместе поиграют завтра утром с этой веселой незнакомкой позже и и будет уже дворецки со свежеспечеными круассанами и только он собирается уходить глория сама просит его остаться и рассказывает ему о своем сне в нем она шла по знакомым улицам парижа вспоминая свой первый букет который какой-то мужчина подарил ей на выступлении затем наблюдает как ее мать бывшим боссом приму вать ей косточки рассказывая постыдные и обидные вещи даже из ее детства она в поисках чего-то присутствия присутствие имеешь ввиду кого-то да но единственное что она ощущает это присутствие твоих подкатов короче сон прерывается боб уходить не хочет но глория очень вежливо его выпроваживает чтобы побыть наедине с собой одна она находит старую знакомую с которой они учатся дышать и слушать себя чтобы больше обращать внимание на все вне зависимости снаружи это или внутри ведь что-то внутри нее хочет выбраться отсюда и и этому нечто нужно немного помочь ей нужна надежда новый день новые новости боб все же купил журнал однако из-за камер приходится позволить ему читать вслух мастер не должен узнать что у нас есть доступ к внешнему миру в журнале же нет ничего интересного или нового поэтому нам дают пройти тест какая-то и принцесса тоже скука поэтому мы ложимся спать к нам возвращается наша новая подружка для гэгэшки она кажется навязчивый и нетерпеливый они не успевают поиграть потому что глория предпочла поделать зарядку на утро ее будет мастер поп решил дать ей выспаться это была большая ошибка за это он будет отчитан хотя под напором глории мастер сменяет гнев на милость и позволяет ей устроить вечеринку за хорошее поведение не только она пыталась уговорить за нисхождение мастера боб тоже старался поэтому он и будет подготавливать все для праздника шарики конфетти любимые вкусняшки глории но сперва подарок кассетный проигрыватель с ее любимыми песнями итак боб я закончила можешь смотреть тада первая вечеринка со дня похищения мы так хотим провести этот день в чьей-то компании но даже здесь мастер остается при своем боб обязан выполнять его бесконечные поручения да он должен покинуть ее но за это он преподнес ей еще один подарок восхитительное голубое платье прям как у принцессы огромный торт на одного человека о чем боб думал клубника и крем время пробовать вкуснятина их забыла как мне этого не хватало чего не хватало как стати наша подружка теперь вместе с нами может оттенить эту тусовку настало время для игр прятки 5 4 3 2 1 я иду искать еще раз нашла как диана может быть в этот раз теперь надо перекусить на вечеринке с ребенком долго в четырех стенах не просидишь малышка хочет погулять в парке такое желание в таком месте просто смешно но это же так скучно желудок полный нужно новое развлечение танцы глори же профессиональный танцовщица это уже перебор крошка была права с самого начала нам нужно уйти это уже не весело и не хочу тут находиться не глупи и съешь еще кусочек его боб приготовил он вкусный можно мы уйдем пожалуйста на улицу еще куда-нибудь да ладно тебе поешь со мной этот торт детка я не голодная я хочу уйти давай лишь кусочек нет я не хочу ладно мне больше достанется ты тоже не хочешь уходить детятка оглянись у меня здесь есть все что мне надо а теперь заткнись и дай мне съесть этот торт спокойно пойдем пожалуйста эта комната такая маленькая и грустная иногда все что тебе нужно это сменить точку зрения реальность у каждого своя время заткнуться Субтитры сделал DimaTorzok Акт 4. Принцесса Праздник закончился. Успешно ли? Все такие довольные и гордые. Никто не может винить Глорию за то, что она больше не хочет уходить. А Боб пускай делает свою работу. Начиная с завтрака. Помощь. Что же она натворила? Что-то очень ужасное. Малышка доверяла ей, а она заглушила свой внутренний голос. Нужно наоборот научиться слушать свои чувства. Вне зависимости от того, приятные они или тяжелые. Все начинается с надежды. Но только ее одно недостаточно. Нужно нечто большее. К примеру, интуиция. Интуиция поможет почувствовать, что верно, что правильно. Фраза на стене звучит странно для нее. Она в пути. Треснув, ищет выход на дне стакана и движется вперед. Человек без крыши над головой разбивает ей сердце, и она поворачивает назад. Спуск – это не свободное падение. Она спускается, но оказывается на другой стороне. Она помнит. Выше есть дверь, ведущая в глубины, которой она боится. Со временем ей стало привычно в таком темпе жизни. Глория принимает свою обитель, начинает спокойно общаться с Бобом и все больше оскорблять его мастера. Хотя бы у нее есть личный дворецкий, который ее выслушает и сделает многое для нее. Что бы она без него делала? Только теперь, наверное, Боб будет более осторожен, давая ей только сладости. И вновь, внутри себя мы ищем ответы на свои вопросы. Все так захламлено, а музыка хоть и расслабляет, но как только затихает, сразу открывает ранее скрытые ужасы. Пройдя глубже, мы заходим в зал, заполненный уже знакомыми объектами. Но даже в таком, казалось бы, красивом месте есть решетки. За ними стоит наш приятель. Не ожидали его тут встретить. Но какая принцесса будет бродить без своего слуги? Особенно, когда он ее личный шеф-повар. Хотя мы и не принцесса, но этот мужчина предлагает нам свежеиспечуный тортик. Пока стоит отказаться. Таблетки мы с собой не взяли. Пройдем чуть дальше. И за новой дверью узнаем голос, которому однажды помогли. Некто тоже не забыл былой доброты. Однако, человек опять в беде. Она не помнит. Но клетка, в которой она заперта, так больно. Нужно спуститься за голосом. Но нам преграждает путь механизм. Определенно может проглотить все, что влезет. Возвращаемся к нашему личному повару и забираем торт. Однако, в этот раз избавляемся от него и обманом путем проходим внутрь. В этом невероятно мерзком месте, полном мышей и клеток, мы находим свою комнату. Такая же клетка, только украшенная. Только в этот раз в центре комнаты стоит манекен с нашим платьем. Голубым как небо, шелковым как ночь. Решив несложную головоломку, мы проходим через ранее закрытую дверь и встречаемся загадочным голосом лично. Нам предстало наше возможное будущее. Полное страданий, замученное и доведенное до ужасного состояния. Несчастная девушка превратилась в огромную кучу жира и кожи. Ее масса возвышает ее над Глорией в несколько раз. А платье давно порвалось и выцвело, располагаясь на ее шее рваными лоскутами. Руки, спина, живот и голова запертые в маленькие клетки. Повсюду подвешены и разбросаны разного рода объекты. От кусков мяса до мусора. Вокруг нее висят рупоры, кричащие ей под ухо голосом мастера. А все тело пробито десятками гвоздей. И лишь от одного мучения ее удалось избавиться. От постоянных холодных капель, падающих ей на лицо при помощи зонтика. Бедное создание. Ей необходима помощь и поддержка. Теперь девушки могут спасти друг друга, но Глория кажется разочарованной. Она не понимает, почему вышла на этот голос. Она искала свою интуицию и ожидала найти здесь ее. Клетка. Может, Глория поможет из нее выбраться? Уйти. Но она в клетке. Навсегда. Она не может уйти. И хоть она изувечена и заброшена, но счастлива. Ведь теперь Глория наконец-то с ней. Да, она в клетке, но лишь в голове. А Глория, она сильная. Может ходить и хотя в последнее время она и принимала неверные решения. Ей удалось дотянуться до клетки. Теперь Глория обрела умиротворение и тоже освободится и обретет свободу. Новый день, новый подарок. Боб передает от мастера Глории Кортье подвеску. Никто никогда не делал такое для нее. И все же подвеска с колокольчиком. Она не будет такое носить. Колокольчик делает это место особенным. Мастер очень внимателен и предусмотрителен. Ведь Глория сама рассказывала о своих мыслях вслух. Пока она дышит, в ней есть надежда. Надежда есть дыхание. Дышать значит двигаться. Поэтому с этого момента каждое ее движение будет сопровождаться звоном этого колокольчика. Символизируя надежду, которую она так истошно искала. Я думаю, я нашла то, что искала глубоко внизу. И как это ощущается? Вроде все должно было быть легче. Вот только Глория все еще тонет в этом океане. Дерьма. На ее жизненном пути ей нужен компас, что приведет ее к свободе. В это же время интуиция работает фантастическим образом. Ей нужно время и доверие. Только вот времени у нас нет. Нужно закрыть глаза, расслабиться и пойти за внутренним голосом. Где-то стоит наш внутренний ребенок. Она не держит на нас зла и принимает извинения, приглашая сыграть в то время, как ее забирают от нас еще раз. И теперь нам надо побороться за нее с боссом принцессой и ее маленьким ручным зверьком. На утро у нас, как обычно, будет яркий свет. А гнетущая тишина приглашает взглянуть на Павлова и записку в отверстие решеток. Из записки ясно, что мастеру опять нужен Боб больше, чем нам. Это утро мы встречаем в одиночестве. Поборов свое смирение, настало принимать серьезное решение. Изменить свое мировоззрение и вновь стать сильной и уверенной в своем спасении. Эти подачки от мастера нам больше не нужны. Они лишь отводят взгляд от того, что он от нас отнимает. Пора вновь трезво взглянуть на свою комнату, которая остается клеткой под этой горой мусора и украшений. И снова вспомнить про саму себя. Отказавшись от завтрака, Глория переходит к йоге. А в это время возвращается Боб. Но не успевает он начать обрадоваться, как его настигает поражение от увиденного. Комната как новенькая. А к пирожному девушка даже не прикоснулась. Голодовка не приведет к ничему хорошему. Однако Глория наоборот чувствует себя лучше, чем когда-либо. Больше она не будет глушить свою боль сладким. Все телитные одежды, шикарные блюда и дорогие подарки лишь бантик на кучке кала. Наша ГГ не гостья и не принцесса, а жертва похищения. Так пускай же прислуга отнесет весь этот мусор обратно к своему владельцу. Его заключенный это все больше ни к чему. Такая резкая смена обстановки и отношения пугает Боба. Он не согласен с Глорией и пытается переубедить ее. Да, Глория нравится Боб. Он хороший парень и все это время был с ней. Перечил мастеру за его спиной, балуя нас. Жаль, что он совершает ошибку, доверяя этому монстру, которого он называет мастером. Его легко ненавидят за это. Так же сильно, как мы ненавидим нашего похитителя и эту камеру. Нашему разочарованию. Бобу слишком промыли мозги. Он видит лишь светлую сторону всего этого. С тех пор, как нас затащили в этот особняк, он больше не одинок. К тому же, мастер позволяет ему иногда читать для детей в местной школе. Может, когда-нибудь у него была бы семья. Будь он богаче, сильнее или привлекательнее. Но он лишь скучный дворецкий, что знает так много рецептов. В то время, Глория видит его с другой стороны. Он не только отличный повар. Так же он умен, внимательен, раним и заботлив. Абсолютная противоположность своего босса. Он помогает детям и... Ничто его не держит. Никакие цепи и решетки. Она верит, что он хороший человек. И его ждет светлое будущее, если он сильно того пожелает. Глория. Это все, чего я когда-либо желал. Наконец, нам удалось переубедить Боба. Но к чему приведет этот откровенный разговор? Нас ждет еще одна часть, в которой Глория наконец-то обретет свободу. Вот.